Девушки отдыхают Мы пришли под стены ТРК «Круг». Мы требуем, чтобы вы вышли и дали свои объяснения, до каких пор телеканал «Круг» будет рассадником фашизма. Мы требуем, чтобы вы поминали свою политику и освещали события в Одессе по-одерски. И мы заблокируем полностью это здание, и мы не дадим возможности телеканал «Круг» выходить в эфир. Это от организации левых большевиков, коммунистов, социалистов. Вам не простят. Мы придем к власти и разрушим эту демократию вашу. А Каменный – это вообще позор. Солидный человек сидит и тоже врет. Вот Каменный – это позор для ты, позор для города Одессы. И Чекова вместе с тобой. Вы знаете, вот вас убрать в телекомпании «Круг» и он будет нормальным. А вот вы там все портите. Абсолютно. Своими враньем. Чекова открывает рот одно вранье. Смотришь на него в пенюаре и думаешь, господи, когда ты уже замолчишь. Идеология либерализма, панлиберализма, навязанная Европейским Союзом, Соединенными Штатами и диверсантами, бандитами, террористами и шпионами, которые осуществили контрреволюционный переворот в Советском Союзе во главе с Горбачевым и пришли к власти. В результате этого националистические мафии завладели властью в национальных республиках и осуществляют там окончательное решение еврейского вопроса. По сути дела, антисемитские холокостовские преступления, которые имели место и осуждены приговором Нюнберского трибунала, они оказались возможны и реализуются на сегодняшний день, в том числе и на территории Украины. Если мы выступаем против того, что к нам приезжают сибризовские корабли из Англии, из Соединенных Штатов, отовсюду, для того, чтобы сделать нам Третью мировую войну, то Шейнеман ничего не хочет делать. Ни разу он не вышел, ни разу он свое мнение не сказал. Это не человек, это ничто. Костусев установил, реставрировал колонну, поставил сверху на колонну шапку Мономаха с крестом и забыл, что надо позолотить, что иначе этот памятник не имеет никакой цены, потому что всегда шапка Мономаха и крест сверху были позолоченные, поставили колесо обозрения. Стыдно. И там, где мы садили на кладбище, на этом сгорке, в конце Лунопарка, мы садили сосны, гели, садили клёны, кусты кашки. Так теперь эти проклятые грузины или азербайджанцы, клумба, что сделали клумбу, они взяли, вырезали из кладбища середину, чтобы проехать, чтобы могли проехать фуры, понимаете, и завозить крутилки, вертелки, эти аттракционы. Вот мы позавчера выступали возле румынского консульства и говорили, чтобы румыны убрали свон из нашего города.